Привет, это канал Самый Самый. В мире ежегодно проводятся сотни, если не тысячи всевозможных фестивалей, но мы отобрали 10 самых популярных из них со всего света от Перу до Германии, от Китая до США. Латаматина в Испании. Ежегодно в последнюю среду августа в испанском городе Буньоле проводится необычный фестиваль Латаматина. Буквально десятки тысяч человек участвует в вульгаризированной битве всех против всех, в котором главным оружием служат, как можно догадаться по названию, помидоры. Все начинается в 10.00 по местному времени. Первое событие – это попытка забраться по намыленному деревянному столбу к подвешенному куску вяленой синины – хамону. Как только у кого-то это выйдет, начинается главная часть – кровавое сражение, и длится оно целый час. Самая сложная часть – это очистка от томатов улиц и участников, с этим помочь могут водяные шланги, из которых бойцов щедро катят местные жители. Фестиваль единых скульптур в Харбине. С 1963 года в китайском городе Харбин проводится международный фестиваль. Ежегодно, как правило, 5 января город преображается, становясь по-настоящему волшебным из-за невероятных декораций. Сделанные из ольда и снега они кажутся попавшими в наш мир из другой реальности или со стороны сказок. Как правило, фестиваль длится целый месяц, но иногда отдельные экспонаты могут простоять и до конца зимы. Как правило, каждый год демонстрируют порядка двух тысяч экспонатов. К тому же проводятся сопроводительные концерты, представления и конкурсы. Праздник фонарей Йоан Саунзе в Китае. Еще один китайский праздник Йоан Саунзе проводится ежегодно в 15 день первого месяца года, но по лунному календарю. Из-за этого его дата относительно григорианского нашего обычного календаря плавает и приходится на разные дни с середины февраля до начала марта. В этот день зажигают особые небесные фонарики, заполняя небо разнообразными светящимися огоньками и величественно парящими бумажными фигурами, пока под ними устраивают народные гуляния, фольклорные представления и концерты. Не обходится и без фейдверков. Фестиваль солнца Инти Райми в Перу. Еще один праздник с древней историей Инти Райми связан уже с традициями инков. Он проводится в день зимнего солнцестояния для южного полушария 24 июня, а проходит в городе Куско. Его проводят в честь древнего бога солнца Инти, которому поклонялись Инти. Сейчас праздник проводят с нескольким меньшим размахом, чем прежде, без жертвоприношений, но все еще можно посмотреть на реконструкцию других древних церемоний, поучаствовать в торжественных шествиях и почувствовать атмосферу древней величественности. Международный фестиваль воздушных шаров в США. В штате Нью-Мексико США в городе Альбукерте проходит по-настоящему впечатляющий своими масштабами и красочностью фестиваль воздушных шаров. Он настолько популярен, что даже неофициально считается наиболее часто фотографируемым событием в мире. На протяжении 9 дней в конце июля проходят запуски гигантских воздушных шаров, в том числе с пассажирами в долине Рио-Гранде. Они окрашены в самые разные цвета, нередко обладают необычной формой, а порой еще и светятся в темноте. Ну и, конечно, на Земле тем временем проводятся сопроводительные конкурсы и мероприятия, а также запускаются салюты. Фестиваль Холли в Индии Праздник Холли в индуизме символизирует победу сил добра над злом, возрождение жизни и проводится в начале февраля. Возможно, вы слышали о привидении чего-то похожего в нашей стране под названием фестиваль окрасок. Но изначально это индуистский праздник и проходит он каждый год, привлекая толпу людей. После священной церемонии с разжиганием костра, который изгоняет зло, люди начинают осыпать друг друга разноцветной органической краской, что призвано привлечь удачу и все блага. Как ни странно, это действительно работает, по крайней мере, на время праздника, ведь заряд позитивной энергии невероятно заразителен и оставаться в стране просто нереально. Диа де лос Муэртас – День мертвых в Мексике Диа де лос Муэртас изначально сугубо мексиканский праздник, но очень быстро набрал популярность и распространился в другие страны Латинской Америки, а также в некоторые из южных штатов США. Он проходит в начале ноября и посвящен памяти усопших друзей и родственников, но это далеко не сугубо траурный и печальный день. Традиции праздника уходят корнями в доклониальные традиции ацтеков и майя, а потому считается, что это не повод для печали, а еще один шанс духовно соприкоснуться с близкими людьми. Поэтому фестиваль проходит в несколько пугающем для посторонних, но захватывающем дух беседеем. Люди наносят грим, облачаются в тематические костюмы и раздают сладости. Октоберфест в Германии. Одно из самых крупных и долгих народных гуляний в мире посвящено пиву и проходит в Мюнхене. Это, конечно же, Октоберфест, и он длится целых 16 дней. Все это время, круглые сутки, играет живая музыка, проходят конкурсы, идут костюмированные выступления. Ну и, конечно, все пьют пиво от сотни разных производителей. Однако, учтите, что этот праздник может стать настоящим испытанием для людей, не привыкших к такому огромному употреблению алкоголя. Да и под конец праздника остается очень уж много следов пиршества. Лучше позаботиться о наличии номера в приличном отеле заранее. Кумик-кон в США. Невероятно популярный при этом совершенно некоммерческий фестиваль Кумик-кон проводится в Сан-Диего, штат Калифорния. Он проходит с предпоследнего четверга июля по воскресенье всего четыре дня и посвящен поп-культуре в целом и комиксам в частности. Помимо толп фанатов, многие из которых посещают фестиваль в образе того или иного персонажа и простых посетителей, его посещают еще и представители киноиндустрии, авторы книг и комиксов, геймдизайнеры и т.д. А потому тут нужно не только повеселиться, но и узнать все интригующие новости касательно будущих релизов и премьер. КАНСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ КАНСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ известен на весь свет. Кто о нем не слышал? Он настолько популярен и влиятельен, что сам факт участия картины на нем уже считается знаком качества. Неудивительно, что он также самый пожалуй престижный и дорогой фестиваль в мире, а также одно из ключевых событий в светской жизни. Он проходит каждый год в мае, привлекая помимо сотен актеров, режиссеров и прочих киноделов еще и множество фанатов кинематографа, которые надеются в числе первых увидеть премьеры и узнать, кто получит главную награду фестиваля – золотую пальмовую ветвь. Погравилось видео? Поставь лайк и поделись с друзьями ссылкой в социальных сетях и мессенджерах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok